Колониальная держава и тюрьма народов. Именно так назвали Россию участники глобального саммита мира. Каких договоренностей уже достигли и кто запретил Китаю ехать на саммит. Трамп угрожает свернуть помощь для Украины. Террористы ИГИЛ в России захватили заложников. Об этом и многом другом прямо сейчас. Приветствую, друзья, в студии Яна Богославская. Поговорим о главных новостях этого дня. Второй день глобального саммита мира. Все его участники сегодня должны согласовать общее коммунике по нескольким пунктам. Поддержка суверенитета и территориальной целостности всех государств в международно признанных границах. Необходимость работы ЗАЭС под контролем Украины. Недопустимость нападения на торговые суда в Черном и Азовском морях. И призыв к возвращению всех украинских детей из России в Украину. Обмен на пленных по принципу всех на всех. Вчера прошло первое пленарное заседание. Как результат работы мы имеем проект итоговой декларации саммита мира, над которым вчера работал фактически весь мир. Спасибо вам за внимание. Спасибо за участие в саммите. Я надеюсь на совместную продуктивную работу, конечно же, вместе. Нам всем необходим мир. Украина начинает этот процесс к миру с позиции силы. Намного сильнее, нежели она была три недели назад или три месяца назад. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже заявил, что работа над декларацией мира завершена. На данный момент работа над текстом завершена. В конце саммита президенты огласят об одобрении декларации. Она будет открыта для присоединения других стран после завершения саммита. Мы уже знаем, что несколько стран проходят внутренний анализ общего коммунике и планирую присоединиться к нему, хотя они не присутствуют сейчас на саммите. Текст сбалансирован. Все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены. На данный момент известно, что коммунике и официальное сообщение о ходе переговоров на саммите мира в Швейцарии подписали 80 стран и 4 организации. Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Эмираты не подписывали документ. На пленарном заседании саммита президентка Швейцарии вновь акцентировала, что мирный процесс как таковой невозможен без участия РФ. Несколько стран высказались о необходимости участия России в саммите уже на самом саммите, среди таких Саудовская Аравия. Важно, чтобы международное сообщество поощряло любые шаги к серьезным переговорам. Это потребует сложных компромиссов как часть дорожного плана, который будет вести к миру. И поэтому важно подчеркнуть, что любой серьезный процесс потребует представительства России. Мы надеемся, что этот саммит преследует эти цели. Также своего первоначального плана придерживалась Турция. Еще до начала глобального саммита в Sky News сообщили, со ссылкой на турецкий дипломатический источник, страна планирует заявить о необходимости участия Кремля в переговорах. Географически эта война может распространиться за пределы Украины, мы уже видим поляризацию на глобальном уровне. Все более эта война превращается в что-то большее, нежели война между Россией и Украиной. Во-вторых, эта война имеет риск использования оружия массового уничтожения. Сегодня мы здесь, чтобы избежать этих рисков и положить конец войне. Мы имеем украинскую формулу мира перед нами, и недавно Россия поделилась некоторыми условиями. Что касается содержания и договоренностей, это важные шаги и проблеск надежды для начала. Хотя эта конференция может стать решающим шагом перед глобальным разрывом. Мы верим в важность более целостной дипломатической стратегии для реализации тех мероприятий, которые уже были запланированы. Президент Зеленский на пленарном заседании в Швейцарии на это ответил просто. Если бы Россия хотела мира, не было бы войны. А мир должен определиться со справедливым перемирием, прежде чем прозрачный и согласованный план ляжет на стол перед российскими комментаторами. Хотя на самом деле именно Россия давно могла бы прекратить эту войну, как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Это правда, что мира в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не будем забывать, что пока мы говорим, Российская Федерация продолжает вести свою жестокую войну. Мы знаем, что Россия могла бы завершить эту войну сегодня или в любой момент, прекратив свои нападения и выведя войска. Сегодня Россия отказывается от нашего коллективного призыва к миру на основе статута ООН и международного права. Ну вот на России предпочитают перекладывать ответственность за кровавое вторжение на кого-либо. Лишь бы отбелить собственные руки, а они уже даже не по локоть в крови. По версии Небензи, призывы Путина отдать несколько областей Украины, включая неоккупированные территории, это шаг к справедливому миру в Украине и Европе с учетом интересов безопасности РФ. Как оказалось, Кремль все это время выдвигал мирные предложения, а подлый Запад их срывал. Одним из таких и зовут шантаж Путина, озвученный накануне глобального саммита. Уважаемые коллеги, мы не раз говорили, что готовы обсуждать пути установления прочного мира на Украине и в Европе, исходя из реалий на земле и с учетом наших интересов в области безопасности. Мы последовательно демонстрировали это от Минского комплекса мер до несостоявшихся по вине западно-стамбульских договоренностей. Россия с первых дней выдвигала варианты дипломатического разрешения кризиса, нацеленные не на заморозку конфликта, а на его реальное урегулирование. Но наши инсциденты в конечном итоге были отвергнуты. Запад и Киев решили попытаться нанести России поражение. Эти попытки провалились. Президент Российской Федерации сегодня озвучил еще одно конкретное мирное предложение. В его основе наша принципиальная позиция. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денатисфикация, полное обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан на Украине, признание новых территориальных реалий, статуса Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. А что же Путин в своем подземелье? На этот вопрос я бы ответила комментарием премьера Нидерландов Марка Рютте. То, что Путин вчера вышел с этим дерьмом мирным предложением, знак того, что он паникует, это хорошие новости. По мнению аналитиков Института изучения войны, правитель Кремля Владимир Путин своими заявлениями о якобы готовности России к переговорам, фактически на условиях капитуляции Украины, пытался запутать цель саммита и подорвать поддержку Украины Западом. Аналитики считают, что диктатор специально озвучил свои мирные требования за день до саммита, чтобы отвлечь внимание от задачи достижения международного консенсуса относительно того, как обеспечить, чтобы незаконная агрессивная война России не привела к несправедливой победе России. В этом контексте вице-президентка Шака Малахарис заявила, что мирное предложение Путина 14 июня – ничто иное, как призыв к капитуляции. Если говорить честно, он не предлагает переговоры, он говорит о капитуляции. Америка поддерживает Украину не из милости, а потому что это отвечает нашим принципам. Это наши стратегические принципы. Для Америки важен мир в Украине. После реакции Рюта, Шольца и Харрис, рупоры Кремля усилили текущие российские информационные операции. Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал неконструктивную реакцию Запада на ультиматумы Путина и заявил, что Кремль надеется, что кто-то проведет более конструктивный мирный саммит позже. А пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен обсудить ультиматумы Путина от 14 июня, если он хочет мира в Украине и спасти мир. Да, в определенном смысле России удалось привлечь внимание к отсутствию федерации на глобальном саммите. Но что это дало Кремлю? Сегодня в Швейцарии проходят основные панели. Что известно о первых результатах, расскажут мои коллеги непосредственно с места событий. Примечательно, что среди тех, кто присоединился к декларации первого саммита мира, присутствуют Венгрия, Турция и Сербия. Страны, которые президент Путин считал своими друзьями. Прямо сейчас, пока мы говорим, за моей спиной проходит пресс-конференция президента Зеленского, который дает пояснение по всем вопросам. Вы видите на своих экранах то количество. 80 стран и 4 международные организации, которые присоединились по состоянию на сейчас. Три ключевых вопроса. Контроль над ЗАЭС и невозможность ядерного шантажа – это первая позиция. Вторая позиция – недопущение продовольственного кризиса и безопасность в этой сфере. Третий вопрос, конечно же, 20 тысяч незаконно украденных российским диктатором украинских детей, которые пребывают на территории Российской Федерации и киднеппинг, а также обмен пленными всех на всех в нашей декларации. Это первые три вопроса. Далее будет только больше. Урсула фон дер Ляйен, президентка Еврокомиссии, которая присутствовала на заключительной конференции по результатам проведенного саммита, где также присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, представитель Чили, Ганны, а также представители Швейцарии, которая и принимала этот саммит мира. Все континенты вместе с нами — это и Южная Америка, и Африка. Это наши западные союзники. Так Урсула фон дер Ляйен заявила, что далее Путин будет приглашен на второй саммит мира, если он также будет иметь видение, как установить мир на основе статута ООН. Россия с ее руководством не готова к справедливому миру. Это факт. Наоборот, все заявления говорят об обратном. Я не хочу считать их исторические трагические ошибки, начиная с оккупации Крыма и Донбасса, а потом полномасштабного вторжения. Это их ошибки. Но и эта ошибка — сорвать усилия мира по справедливому миру, даже просто помешать нам собраться. И выходить с месседжами, что они готовы на завершение войны — большая ошибка, предлагая Украине выйти еще с части наших территорий, которые под нашим контролем, которые наши, абсолютно законно. То есть человек, который хочет закончить войну, может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который не устраивает нас, потому как мы им не верим. Но здесь человек абсолютно провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал, говоря, что собирается и дальше захватывать территории. Это большая ошибка, которая полезна для нас. И здесь, за кулисами, звучат мысли о том, что одним своим месседжем Путин передал миру, что все, о чем он говорил в контексте реально завершения войны, помножено на ноль. Вопрос о военнопленных не стоит в повестке дня для России. Страна просто не заинтересована в возвращении своих людей. Если бы интерес действительно был, то обмен всех на всех уже давно состоялся бы, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. На полях саммита мира в Швейцарии он отметил, что россияне постоянно распространяют в инфопространстве пропаганду, направленную на дискредитацию украинской власти в вопросах обмена и возвращения военнопленных, а также похищенных гражданских людей. Как человек постоянно в этих процессах могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Напротив, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно уже это сделали. Такое впечатление, что им их пленные просто не нужны. Дмитрий Лубенец также акцентировал внимание журналистов на том, что во время саммита мира россияне совершают очередные преступления. Российские оккупанты в субботу 15 июня обстреляли село Улкалы в Волновахском районе Донецкой области, из-за чего погибли три человека. На том же совбезе ООН, на котором выступал Небензи, и который, по мнению штатов, еще одна попытка отвлечения внимания от саммита мира в Швейцарии, прозвучали требования по освобождению военнопленных азовцев. Сергей Кислица в Нью-Йорке призвал прекратить пытки и включить их в обмен пленными. Постоянный представитель Украины в ООН отметил героизм бригады Азов и ложь России, которая уже терпит крах. Многие бойцы бригады попали в плен. Они до сих пор находятся в российских тюрьмах, погибают от пыток и убийств. Самое громкое доказательство произвола врага – убийства защитников, находившихся в фильтрационной российской тюрьме в Еленовке. Мы снова призываем прекратить пытки азовцев, предоставить им беспрепятственный и регулярный доступ от Международного комитета Красного Креста и правозащитников, а также включить их в обмен пленными. Китай не прибыл на глобальный саммит мира по просьбе Путина. Так считает советник нацбезопасности США Джейк Салливан. Своё предположение он высказал журналистам АП. Китая здесь нет. И я предполагаю, потому что Путин попросил их не приезжать, а они обязали Путина. И я думаю, что это говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я думаю, что страны должны обратить на это внимание. В то же время президент Финляндии Александр Ступ на швейцарском саммите заявил, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. Он настойчиво призвал Китай в том, чтобы он мог повлиять на Путина, положить конец этой войне. Ступ обратился и к правителю России Владимиру Путину с призывом положить конец войне и отверг мирную инициативу РФ. Дональд Трамп угрожает свернуть помощь Украине. Экс-президент США на предвыборном мероприятии раскритиковал масштабы поддержки нашей страны и заявил, что в случае победы сразу решит вопрос с этим. Помощь Украине, запросы которой никогда не прекращаются, основной месседж размышлений Трампа. Он заявил, что Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, цитирую Трампа, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов. Я решу этот вопрос еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Конец цитаты. Я напомню Трампу, он все же в возрасте уже, и нашим зрителям, что Зеленский в последний раз был в США в декабре 2023 года. Финансирование на поддержку Украины в размере 61 миллиарда долларов было согласовано только раз. В более широком проекте по финансированию на меры нацбезопасности, одобрение которого в Конгрессе растянулось на долгие месяцы из-за споров по южной границе. А сам Трамп поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеры Палаты представителей Майку Джонсону. Ростовское СИЗО захватили боевики ИГИЛ, взяли в плен охранников. Преступники, захватившие заложников, требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае они были готовы, по их словам, отпустить заложников. В сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН. По данным местных телеграм-каналов, шестеро заключенных удерживали в заложниках двух сотрудников СИЗО-1. Все родом из Ингушетии. Трое из них планировали в прошлом году теракт в здании Верховного суда Карачаева-Черкесии и были задержаны в декабре 2023 года. Они судимы по нескольким террористическим статьям. Известно, что террористы несколько месяцев планировали побег. Преступники заранее ослабили решетку камеры и когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников. Центр города в Ростове на момент операции по отлову ИГИЛа оцепили. В захвате заложников, к слову, на России вновь умудрились обвинить Украину, ведь преступники в СИЗО из-за украинских пленных. В тюрьмах, видите ли, места не хватает. Кроме того, стоит ли напоминать, что террористическую организацию в России после теракта в Крокусе фактически пытались отбелить, чтобы вновь винить во всем Украину. И вот реальный ИГИЛ, пользуясь ситуацией, совершает новые теракты. Причем прямо в СИЗО, где террористов вообще-то должны усиленно охранять. В прошлом году Ростов брал Пригожин. Неужто наступила очередь ИГИЛа? Конец у этой истории ожидаемый. Спецназ ликвидировал заключенных. То ли всех шестерых, то ли четверых. А двое раненых версии российских СМИ пока расходятся. Заложников в СИЗО освободили. Какая-то очень показательная расправа. Не находите? На этом ставлю многоточие. Еще обязательно увидимся в следующем выпуске новостей. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok